Слушай, в четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа, ликуре... Надо менять профессию. Я не могу больше быть журналистом. Ну и кем ты хочешь стать? О, мультипликатором. Мультфильмы в современном мире любят и взрослые, и дети. Раньше мультипликаторам приходилось рисовать свои мультики от руки. Сейчас же все создается при помощи применения компьютерных технологий. Производство изменилось, а зрители остались те же. Как мультики будут развиваться в будущем? Мне кажется, может появиться книга, в которой вместо иллюстрации скучной будет двигающаяся картинка. И эти книжки будут продаваться, ну, как обычно и сейчас. То есть никакого подорожания в цене не будет. Эта идея не кажется фантастикой. Например, в 3D-спектакле «Поло-негры» виртуальный мир граничит с реальным, а актеры существуют в одной реальности – жизнью 20 века. Мы спросили мнение Алисы Кадочниковой, учащейся объединения «Цифровой 4D-театр» о востребованности профессии мультипликатора в будущем. В будущем она будет обязательно востребована, как я считаю, потому что это все-таки, ну, во-первых, это же искусство, а второе – это экранное искусство. И мультипликация, да можно просто взять виртуальный шлем, надеть его на голову и просто даже не наблюдать со стороны на мультфильм, а быть мультфильмом, участвовать в нем. И действительно, мультипликация – это очень кропотливая работа, которая позволяет окунуться в свое дело с головой. Как бы нам ни казалось, что мультики остаются мультиками, в ближайшем будущем мультипликация может и будет окружать нас в большем количестве, чем сейчас. Именно поэтому профессия мультипликатор будет востребована и интересна. Ну а я, пожалуй, вернусь в привычный реальный мир и продолжу работу корреспондента.